Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFPS и сегодня у нас немножко необычный видеоролик, хотя на самом деле по сути ничего необычного тут нету, просто я решил показать свой скилл, если конечно он у меня еще и остался. Собственно я буду играть против Барселоны за бичевский дублинский клуб, у которого рейтинг ползвезды. Также я буду играть не дома, а в гостях и получается что это будет сложнее. Играть мы будем 4 минуты звезда футбола, в принципе все как обычно на Камп Ноу, на стадионе Барсы. Состав довольно-таки бичевский, вот так в принципе более-менее. Мне нравится здесь Кроув, если я не ошибаюсь, вот он да, он здесь очень хорошо стоит, здесь с настройками я ничего менять не буду, в принципе тут все хорошо. Вот игра на флангах, а выбивание, вот выбивание мне не нужно, потому что я же не бичевская команда, вот в плане бичевская, но я не хочу играть на выбивание, я хочу играть через короткий пас. Вот в принципе погнали, не знаю буду ли я делать значит нарезку, либо это все полностью, вот вообще я хочу в принципе полностью сделать якобы комментирование матча. Возможно будет неплохо. Вот еще тут немножко. Да, давайте я сделаю все-таки комментирование без монтажа, не потому что мне не хочется монтировать, а потому что я давно не делал подобного рода видеоролики, только вот комментируя. Вот как раз таки уже первая атака и Леонель Месси рвется в бой, а мы его вот здесь остановим немножко и сразу же идем в атаку. Играем мы сейчас, и Неймар отбирает мяч, класс. Играем мы сейчас в, как это называется, я забыл, в балансе. То есть мы по сути никуда не спешим, но конечно можно было бы и поспешить. Несмотря на то, что наша команда довольно-таки слабая, скорости она показывает сейчас пока что не стыдно. Вот Месси хочет уже отобрать мяч, но вот попытка была сейчас сделать вразрез, а видно вот там на фланге открыто все. Отлично. Можно даже попытаться сделать прострел и пробить, но здесь сразу же возвращаемся в баланс, потому что сейчас вот будет нехорошее нам дело. Не смог сформулировать фразу. Молодец. Отлично. Вот очень быстро развиваются события и довольно-таки трудно комментировать, потому что Барселона задает тон игре. Барселона, это Барселона, это нужно понимать, но мы пока что справляемся. Вот уже 15 минута, все идет довольно-таки быстро. Возможно мы даже уйдем на ничью и потом на дополнительное время, как это обычно у меня и бывает. Так, немножко нелюбимая для меня схема, вот с цапником и нападающим, и двумя фланговыми форвардами, но вот что имеем, то имеем. И вот у меня отобрали мяч, класс, супер, но мы же его и отбираем, но Месси ставит корпус и не получается у нас пока ничего сделать с этим. Вот не прессингуют, к сожалению, мои футболисты, но если так дальше пойдет, то во втором тайме мы поменяем немножко нашу тактику и все будет у нас зашибись во втором тайме. Отлично, открывается Крэвей, если я правильно прочитал фамилию, но здесь Пике. Пике это игрок высшего класса, поэтому логично, что он нас останавливает. Итак, сделаем, хотел сделать пару финтов, но вот сейчас, сейчас, отлично. В касание хотел сделать, ну ладно, и пробей. Ах ты ж, как хорошо было. Вот рассмотрим данный эпизод, потому что я люблю смотреть повторы. Вот здесь бы в касании это все сделать, конечно. А в касании не было, и поэтому тут как-то затормозили все, и вот, к сожалению, мимо ворот. А там можно было попытаться и в створ пробить, прямо в створ. Ну ладно, это было все равно хорошо. И, кстати, если вам такая тема зайдет, я могу на постоянной основе данный контент выпускать. Не обязательно комментирование, может, с нарезкой, с музыкой, как вы любите. Вот. В принципе, почему бы и нет. Вот сейчас хорошая позиция для удара, можно отдать пас сюда и сразу же пробить. Но я люблю смотреть повторы, поэтому я посмотрю этот повтор. Ну, тут, конечно, удар очень хреновый довольно-таки. И очень плохо все. Так, ну здесь на месте передача, которая дает назад. И вот такой отличный подкат. Напоминаю, я в нападении нахожусь, поэтому мне немножко тяжело тут обороняться. Здесь такой навесик, но не добегает наш нападающий. Вот, до меча. Ну, 0-0, мы и держимся, и вот, мне кажется, это хорошо. Но хотелось бы, конечно, и голы тоже позабивать нам. В разрез. Отлично. А вот что дальше-то делать? Потому что двое сразу же на меня бегут. Двое бегут, а непонятно, что дальше предпринимать. В данной ситуации. Отлично. Тут ошибка. Вместе, конечно, нас прессингуют. Это прям какой-то монстр. Блин. Блин. Отлично. Я предлагаю уйти немножко вот назад. Вот так вот немножко попасоваться. И вот так вот обманули, как мы защитника. Отлично. Отлично. Ой, а тут пас, конечно, не точный был. Ну, ладно. Месси отлично открывается. Но на той месси. О, так. Вижу. Вот ты... Что это было? Это был плохой пас. Я просто не обратил внимания. Был занят немножко другими делами. Хотел переставить одного игрока в другое место. Так. Вот можно так. Отлично. Вот так. Так. И через другой фланг. Так. Неймара мы вывели сюда. И пас в разрез. И можно даже попытаться пробить отсюда. Но казалось, что гол. Ну, потому что мячик за воротами типа... Ну, это... Это атака. Это удар по воротам. В конце первого тайма. Ну, в принципе, мы держались достойно. Я считаю. Но нужно менять тактику. Потому что с такой тактикой мы далеко не уйдем. Так. Где моя тактика-то? Тактика, тактика. Вот. Так вот мы сделаем. Так. Конечно, тут нужно менять нападающего срочно. И нужно менять флангового бегунка. Бюрке. Пусть будет бегать. И вот Бенсон. Так. Отлично. Здесь штрафный удар в вратарь. Но это никуда не годится. Почему вратарь бьет? Ну, давайте. Пусть будет так. Пусть будет бить нападающий. Мне, в принципе, не принципиально. Так. Я же поменял только что. А, ну ладно. Там, по-моему, сохранилось. Итак. Вот тут, конечно, настройки. Игра на флангах. Возможно. Контратака, да. Третьего. В силе штрафной не надо. А в какой штрафной? Вот. Тут тоже вопрос. Атакующие защитники. Нет. Зачем? А, хотя надо. Крог магнит. Нет. 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 Вот зона защиты или прессинг. Лучше зонная защита. Это нафиг не надо. Нафиг. Нафиг. Отлично. Что? Я сейчас только что отменил. Ну ладно. Давайте еще раз сделаем это все. Так. Нафиг. Это надо. Запоминайте, кстати. Это вам может пригодиться. Вот. Ну. Тоже не надо. Зонная защита лучше. И вот так нажимайте. А то если отменно нажмете, то ваши все настройки, как у меня только что, пойдут не туда. Хотел месси обыграть, но немножко не получилось. Вот. Я могу, кстати, выпустить видеоролик по руководству. Как, значит, настраивать. Как менять и прочее. Потому что я думаю, это будет вам полезно. Так как игра актуальна. Играют очень много в данную игру людей. И вот мы даже пробьем. И даже тут такой немножко удар. Даже опасный, я считаю, был. Но на самом деле, вот, кстати, параметры звезда футбола ничего не обманывал и прочее. Вот. Но здесь удар. Ну, такой, знаете, не очень. Вроде бы и опасный, но. Вратарь соперника был. Вспотел он, короче говоря. А вот здесь опасно. Опасно. Фух ты ж. Ну, здесь месси так выкатил. Прямо отлично. Я немножко хотел двинуть вратарем, но здесь, в принципе, и так Алексис Санчес промазал. Поэтому. Поэтому нормально. Здесь выигрываем вверх. Уходим в нападение. Так. А надо через пас играть. Потому что в скорости мы не блестящие. А вот через... Вот какой-то плохой пас я хотел отдать назад. А тут он отдал вообще вот в другое место. Не туда, куда я хотел. Вот видите, сразу месси ускоряется. И бежит... И бежит атаковать. Так. Ага. А вот теперь я косякнул, да? Теперь я косякнул. Думает, куда отдать пас. Но уже поздно. Мяч у нас. Теперь мяч у них. Теперь мяч опять у нас. Отличный, отличный пас. И можно вот так вот. Отлично. Но какой-то пас уже кривой. Да. Время мы потеряли. Но можно навесить и можно ударить. Но тут... Уже. Защитники. На месте. А можно вот так? Ух ты. Ну, слушай, тебе бы не помешало бы под... Ух ты. Мне кажется, у маскирано вся жизнь сейчас перед глазами прошла. Потому что... Потому что... Ну, блин. Травма черепного мозга, я думаю, тут уже по-любому должна быть. Вот. Но почему-то, значит, вынос из ворот. Хотя мяч должен быть мой. Где мы угол? Алло. Отлично. Пикет до свидания. А вот Хави уже забирает мяч. Ну, пока что у нас, знаете, такая игра. Если честно, хреновенькая. Потому что каких-то особо опасных моментов я не вижу. Но мы не создаем их. Ну, потому что сложно, да? Согласитесь. Со мной, я думаю, Фабригас. А где Месси? А куда Месси делся? Блин, тяжело обороняться. Тяжело обороняться. Но мы подкаты... А вот зачем я сделал это? Это красное. Это красное. Да. Сейчас нам будет Фабригас бить. И что-то мне подсказывает, что... А почему там Неймара не Фабригас? Ну, ладно. И что-то мне подсказывает, что это гол, хотел я сказать. Но здесь выбираем ракурс. Но здесь не гол. Тут далеко не гол. Поэтому живем. Идем дальше. Я предлагаю уйти в баланс. Потому что нападение... Ну, нафига оно нам надо? Потом вот, чтобы я опять терял игроков на красных карточках, нет. А вот в балансе теперь играть тяжеловато стало. Я предлагаю уйти в прессинг. Потому что без прессинга, значит, мои защитники, они занимаются полной фигней. Поэтому прессинг он, конечно, и требует... Так, я опять, что ли, отменил? Так, еще раз. Еще раз. Прессинг включаем. Назад нажимаем. Все отлично. Прессинг, он, конечно, и требует сил. Но... Лучший прессинг, чем зона защиты. Так, ну это мяч, конечно, не наш уже. Или наш. Или наш. Какие точные пасы. Ну, и я просто восхищен. Ах ты ж, что-то мне это напоминает. Ох ты, Алексис, тебе такие... Тебе такие... Ну, Барселона, что вы думаете? Барселона. Другие команды такого не выдают. Ну, Алексис уже второй раз. Второй раз. Я думаю, на третий раз он все-таки нам оформит гол, если мы будем также позволять атаковать себя. Отлично. Отлично. Вот здесь можно назад. Здесь вперед. Вперед. И там вот наш напад... Ааа, и прямо... Это ж... А почему прямо в нападающего я хотел пас в разрез? Здесь пасы в разрез какие-то больные, если честно. Вот. Они мне, честно говоря, не нравятся. В песке лучше. Ну, пес, наверное, то и пес, что футбольный симулятор, а не аркада. Ну, там, хотя свои аркадные моменты тоже присутствуют. Так. Отлично. Ах ты ж... А ну, крыши отсюда. Так. Идем сюда. А вот куда дальше-то топать? Можно сюда. И можно вот так сделать. Опять. Опять. Опять идеальные пасы. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я даже не сообразил вообще, что произошло. Неймар тут выстоял. Не симулировал. Тут... Тут какие-то... Какие-то финты. Ну, здесь, конечно, можно было... Здесь, конечно, можно было и забить так-то. Но это даже не штанга. Это даже не штанга. Отмечу, что матч довольно напряженный. Алексис уже не забил третий раз подряд Хотя должен был это сделать Я считаю Ну и в принципе Каких-то опасных моментов Именно от моей команды я лично не наблюдаю И походу мы уйдем В дополнительное время Что конечно мне не очень Охота делать, потому что Нужно больше говорить, больше играть А мне уже особо не охота комментировать Вот так вот Так А ну какыш с моей деревни Ну давайте так Это не Неймар Это пенальти Это пенальти А почему кстати Собственно почему Ну во первых это не Неймар Потому что Неймар должен падать Так А вот здесь разбираем момент Это пенальти будет или штрафной Фу Это штрафной Это штрафной Выбираем кто будет прыгать Прыжок Живем, живем Отлично Ну просто вынесем, да и все И сразу нападение Прессингуем, так сказать В Барселону Вот она уже и назад отдает И вперед отдает, видите За счет пасов она как Отлично выходит из обороны в атаку А брату, вообще пофиг, он стоит Такому, значит, судье Ему вообще абсолютно Плевать, что происходит, беги Но тут Вот тут вот не хватило Расторопности и скиллов Моему игроку А чего они фабрегаса Это третья красная карточка Да Ну ладно Так, у меня вообще что происходит Ух ты, у меня один защитник остался Класс Это интересно, я считаю Такого еще у меня не было Прыжок И это гол Ну, это фабрегас Что вы хотите Фабрегас же только что бил, а тут бьет Неймар Я вообще не понимаю, что с этой игрой происходит Ну а что расстраиваться Вы, значит, получили Три красных Держались Ну ладно, давайте посмотрим еще раз Как это было И сколько у меня всего игроков Ну вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Все правильно, багов нет Вот, сейчас посмотрим Зря я, конечно, убрал Стеночку Потому что со стеночкой такого бы не было Да Не проанализировал Я предлагаю Если мне сейчас дадут время Я предлагаю сделать вот такую нехорошую вещь Блин Я вообще лох Получается Я не смог Ах ты Что меня новичок наколебывает Что? Уйди Вперед Против новичка мы Справимся Я считаю Эх Эх Беги Нееет Я угораю, конечно, с этой игры Вот Ну, это был такой По фану Видеоролик Так чисто поугарать Если честно Ну, было весело Считаю Ну, я лично Хорошо провел эти 18 минут Данного времени Так сказать Я нанес 6 ударов Поворотом Как и Барселона И даже 2 удара в твор Так же, как и Барселона Что-то я такого не помню Если честно И по сути Вот По сути Мы играли на равных Отборы мяча Даже у меня было Больше Что Очень так И хорошо Но на самом деле Это свидетельствует о том Что Я больше и терял мяч Вот Точность пасов Владение мячом У меня даже больше Хотя обычно Барселона Им больше владеет Да Ну, в принципе В принципе Я считаю Что видеоролик Получился довольно-таки Неплохим И попрошу вас Поставить лайк Нажать на Комментарь Нажать на комментарий Да Нажать на подписку На канал Значит Оформить ее Так же Всякие штуки Сделать Для продвижения Канала Потому что Ну Потому что Я считаю Я делаю Довольно-то Неплохие видеоролики Да Просто Сил записал Неплохой видеоролик Класс Вот Да В принципе На этом все Вот Надо бы еще Фифу Мобайл Записать Потому что Ну Надо Вот Собственно Что еще хочу сказать Всем добра Всем позитива Вот А я пойду еще Что-нибудь запишу В общем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok